Десногорцы связывают будущее своего города с развитием атомной энергетики в регионе, с возможностями которой откроет инвестиционный проект САЭС-2. Именно поэтому с особым энтузиазмом воспринимаются новости о предстоящем сооружении новых генерирующих мощностей. 15 июля очередной акцент на приближающейся масштабной стройке сделал губернатор Смоленской области Алексей Островский в своей первой за последние 8 лет статье в газете «Рабочий путь». В Десногорске в этом году начнутся работы по возведению второй очереди Смоленской атомной электростанции. Это будет огромная, как говорили раньше, всесоюзная стройка. Со всей страны приедут строители, инженеры, специалисты. Им надо будет где-то жить, а по завершении строительства работать на второй очереди Смоленской АЭС. Статья вызвала эмоциональный отклик у смолян, особенно у десногорцев. Жители атомного города уверены, что реализация такого проекта для Десногорска станет переходом на качественно новый, более высокий уровень жизни. В связи со строительством Смоленской атомной электростанции САЭС-2 наш город получит дополнительный жизненный импульс, который послужит новым этапом к развитию города. Хочется верить, что то, что обозначено в планах, воплотится в жизнь. Что Десногорск наш будет развиваться, что САЭС-2 будет строиться. И в нашем городе, и на нашей станции найдется место применения сил нашим детям и внукам. Сооружение САЭС-2 сопутствующей инфраструктурой. Это в том числе создание новых рабочих мест. Для молодежи Десногорска это будет прекрасный шанс применить свои знания, умения и амбиции на практике, не покидая родной город. Я слышала то, что будет строиться САЭС-2, и я считаю, что это будет очень хорошая идея, так как появятся новые рабочие места, город будет дальше развиваться и будет повышаться уровень жизни населения. Ранее проведенные инженерные изыскания, выполненные на трех площадках, показали, что место в районе бывшей деревни Пятидворки Рословского района предпочтительно для строительства АЭС по всем показателям. Новая станция будет находиться в шести километрах от действующей сейчас.